Книга «Открытый моком». Тема «Различные вопросы». Том 1. Вопрос 580. Написанное в Ветхом Завете кое-что продолжается, утверждается и в Новом Завете, как, например, книга Второзакония 22.5. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом Твоим всякий делающий сие. Можно ли носить юбки до колен, если нельзя, то почему? Но разрешенное в Ветхом Завете многоженство в Новом Завете совершенно не допускается, где это опровергается словами Иисуса Христа?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Что касается внешнего образа человека, борода, одежда, то Господь этого и не касался, ибо не за этим Он пришел на землю». 1. Иоанна 3.8. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Адаму Бог сотворил одну Еву из одного ребра. Это еще не инвалид. У многих сегодня не хватило бы и ребер на строительный материал». 1. Коринфянам 7.2. «Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». 1. Тимофею 3.2.12. «Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен. Дьякон же, дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим». 1.6. «Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности». Конец цитаты. «Христос не только не одобряет многоженство, но запрещает строить ступени к Нему». Евангелие от Матфея 5.28. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Конец цитаты. «Что касается женского одеяния, то именно о нем, как индикаторе целомудрия и стыдливости, говорит Библия?» Книга пророка Исаии 47.2. «Сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки». Книга пророка Иеремии 13.22. «И если скажешь в сердце твоем, за что постигло меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои». Книга пророка Иеремии 13.26. «Зато будет поднят подол твой на лице твое, чтобы открылся срам твой». Послание к титу 2.3. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». Конец цитаты. «Речь идет не об одних старицах, а об их привычках, на которых они въехали в старость». Иеремия 13.23. «Книга будешь Wizarding, не были клевет occidentно». «Борощ tässä пл 짧。